приветствую всех кто заглянул на мой канал друзья иду в свой огород через магазин я что-то вышла в кофточке в одной а у нас такая холодрыга в копе никого нет вот это моя кадрушка нора алис гуд вот а я хочу зайти вот там богородный отдел и купить еще голубые камушки от этих слизней все мне закончилось успели сейчас думаю чушь я не купила когда была распродажа 20 процентов на все эти там любые я вам показывала уже в своем видео на все эти камушки так что сейчас зайду и пойду в огород вчера была в германии показывала вам видео приехала уже поздно утром рано открыла огурцы теплицу форточки все приехала поздно вечером такой ливень но я уже не пошла в огород сейчас даже боюсь представить у меня там в огороде творится все оставалось открытым друзья ну что иду покупать и возьму вас как всегда с собой в общем друзья беру химический вот этот потому что у меня вот это что я покупала что я вам показывала вот его почему-то склевывают птицы я заметила я даже удивилась а я под последний куст когда господи последнюю упаковку когда высыпала под кусты картошки потом я сидела и смотрю птицы их таскают ничего себе я думаю вот это да в общем птицы склевают людьми моя турецкая подружка сказала бери лучше вот такой сейчас буду проверять возьмут этот а так здесь я вам показывал тут много разных да господи эти слизни конечно достали ну что друзья сейчас куплю и пойдем вместе с вами в огород друзья пришла уже свой огород запах цветов вообще роз вот там у меня распустились хоть и дожди но вообще такой запах вы не представляете мой и пионы и вот такой как сказать свежий свежий запах вот у нас смотрите в общем вся неделя опять дожди все обманули я даже больше уже не хочу даже смотреть эти прогнозы вот смотрите у меня роза начинает вся в бутонах такой там клубники море красное сейчас надо будет пособирать вот так же этот кустик смотрите начинают вот этот очень запах но видите весь больной надо будет обрабатывать срочно и здесь вот роза тоже от дождей очень быстро отцветает конечно портится вчера вообще ливень был вот стеной ливень я вышла на балкон я еще подумал сходить в огород за закрыть не сходить нот как-то поленилась и уже темновато было и думаю ну ничего у некоторых вообще он в открытом грунте все растет и без укрытие без ничего так опять нас вот затопило видите нот цукини сняла я как сказать укрытие давайте здесь перешагнем и вроде все нормально ну в принципе я и укрывала только чтоб градом не побила ну смотрите он как начал примут разрастаться так нот гады ползают смотрите какой красивый цветочек так горох тоже в принципе вот а также друзья смотрите что я сделала на время чтобы у меня просохла отодвинула вот эти как сказать вот свои кашпо тут земляникой и под ними конечно что вы думаете вот у меня почему так много слизни потому что у меня для них очень много укрытых местечек вот например вот стык видите естественно они оттуда пруд также здесь были вот эти ящики я как их отодвинула ну штук двадцать я отсюда точно вытащила у час отодвинула поставила на камни чтобы все это просохло также и здесь то есть у меня для них очень благоприятные такие условия вот эти всякие как сказать где я хожу штучки вот они под ними прячутся под этим черным укрывным в общем для них много где укрыться а вот например у кристины у нее тоже есть но не так у него где им укрываться а у меня все в камнях все в каких-то укрытиях коробах и конечно же с одной стороны короба плюс нету такого потопа а с другой стороны рассадник слизни и как бы я их как бы говорится не травила он сейчас опять купила сейчас покажу вам эти камушки все равно они вот под этими кам камнями черным материалом они везде укрываются я что не отодвинул они постоянно там сидят вот вот пожалуйста смотрите только отодвинула он тут как тут нарисовался ждет своего часа ну не в этот раз и так вот любой как говорится любой камень отодвинь любую как сказать любое кашпо отодвинь вон они видите вот пожалуйста и поэтому я считаю сама я виновата ну как виновата и не хочется таким образом чтобы у меня огород выглядел но тем не менее вот клубника смотрите естественно вечером они отсюда заползут в этот как сказать в короб мой поужинают и опять видите пришли поспать чтобы вечером опять как говорится поужинать моей клубничкой но не в этот раз и вот так я уже сколько раза два вот приходила сюда все это отодвигала и их собирала так что вот что хочу сказать по слизням что в принципе я виновата сама этот час уже поднимать не буду потому что он тяжеленная даже видите здесь мы вместе с вами тагетисы высаживали где они все если вот здесь я еще отодвинула и более-менее живут то здесь полностью от 56 штук тагетисов сожрали так же и здесь вот все съели у меня тут было их куча вот видите одни кочерыжки конечно же сейчас любой горшок отодвинь они там сидят под этими горшками так что вот друзья видите опять потоп но морковку я все почистила лук почистила от сорняков сейчас купила тоже удобрение сверху рассыплю так как у нас будет опять целую неделю дождь все подкармливаю то что я подкармливала и вносила это уже с дождем давным-давно смылась потому что если так долго льют дожди то никакого удобрения уже в земле и не остается ну вроде так неплохо все выглядит даже мои старые кусты так так на новых ягодок нет нет а они кстати были а вот чуть-чуть ну-то новенький куст вот этот совсем умер в прошлом году этот столько много ягод дал в общем из этих всех остался только один этот кустик и раскисляла и удобряла но в общем что-то им тут не нравится будут заменять но постепенно так смородина тоже в этом году у меня красная очень мало прошлого вообще было очень много нас погода конечно в этом году здорово подводит так ну что друзья вот вчера в ураган все было открыто сейчас опять все подсохло это здорово не надо было мне рано утром открывать приходить вот огурчик неплохо себя чувствует так сейчас глянем температуру сводим пролезу друзья 20 градусов в тепличке все вроде ничего никто ничего не съел перцы прекрасно завязываются даже где было объедено видите пасынки лезут я вообще пасынки не удаляю у перцев ноги удаляют а я нет что вырастет то вырастет нижние испорченные листы да да они и сами отвалятся а так вот смотрите даже вот нижний пасынок видите он цветет зачем ему удалять лишние два-три перчика он даст самое главное что питание хватило так поэтому тут единственное что проблема перцы как с томатами рядом не очень хорошо потому что перцы сами знаете любят побольше покушать а томаты начинают жировать вот и смотрите то что я кормила перцы подкармливаю то достается томатом вот смотрите какая вы махина здесь выросла просто вообще мутант здорово ну хорошо хоть он цветет то есть про жирование не могу сказать если б жировал не было бы столько бутончиков хотя не знаю завяжет не завяжет так вот здесь уже есть томатики один по крайней мере вижу так здесь да и здесь вот видите сейчас я вам покажу вот и это у меня опля вот вот такой сорт это покупной покупала в австрии друзья вот такой сорт вот он самый такой прямо здоровенный а был в рассаде ну вы наверное видите кто видели кто смотрит рассаду ту что я покупала был поменьше а сейчас вот смотрите какой вымахал ну самое главное завязывать это главное так что жирование это когда нет цветов и завязи полосатый полосатый шоколад у меня обычно самый первый давал плод а тут что-то у меня его да вот кисть есть но пока нет это сержант пеппер тоже стоит видите бутончики начинают так что это у меня таманта теплица мы сейчас с вами пойдем огурчики заглянем вот друзья я считаю что все пока неплохо выглядит даже очень хорошо зря я переживала за свою хилую рассаду смотрите как она у меня так ну и вот огурчики огурцы тоже были не закрыты для них наверное холодновато ну что видите сколько налило здесь дождь воду а когда копну вниз поэтому видите я всегда арбузы в угол хотя все равно земля и у них сырая арбуза них не любят но не до такой степени конечно как вот этот ряд почему-то больше мочит где огурцы и вот арбузы я всегда сюда потому что здесь всегда по суше арбузы не очень любят сырую так вот эти надо уже все высаживать это рассада то у меня зачахнет тут вот друзья огурчики все хорошо конечно жалко что нет жары а так бы огурцы сейчас так быстро наросли они не могут часов питания из почвы брать потому что холодрыга вверх-то тепло да а корни сырые и холодные так здесь 25 здесь получше уже более-менее но это сейчас днем у нас большие перепады у нас днем жарко ну как жарко вот 20 градусов на улице это в тепличках а на улице так 15 а когда солнышко не так вообще холодрыга так друзья господи я что-то это заговорилась вот сделала из травы видите покосила сделала для подкормку для огурцов перцев и баклажан также долила сюда ну в общем две вот таких ложки кальция от вершинки что вот я купила в копе я вам показывал такая бутылочка бутылек это вот ну как куры кальций в общем только кальций и как вы знаете кальций всегда хорошо работает с азотом и вот будет у меня я не долго буду это то есть это не вонючка 3-4 дня и все и буду подкармливать не собирается тут это разводить как сказать ну сами поняли да вот и потом вот эту же как сказать вот эти сейчас немного еще завтра скорее всего это сделаю и это я раскладываю под кусты огурцов как мульчу и она на грядке высыхает и долго будут огурцы кормить так а что я еще купила вот я вам говорила что я иду за от слизни этими камушки и также купила свой опять свое удобрение на основе овечьей шерсти видите пишут 50 процентов натуральная натуральна 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 шарфоли ночь шерсть от овечки стоило почти 19 франков но она так и стоит я вам показывал уже много раз дорого вот его тут состав кому интересно а нет это не состав вот чудо-юдо это пишут под какие культуры сколько чего класть а состав вот вот он состав так что друзья так и также отвечу на пару вопросов просто чтоб не немного мне писать в комментариях я показывала видео про свой супермаркет также про германию про покупки и многие там написали что да хорошо что ну как бы цены высокие да ну вас и доходы очень большие и многие спросили сколько пенсия то есть у меня конкретно еще нет пенсии я не на пенсии мне всего 58 лет а пенсии даже ответить как сказать разные бывают это везде как в россии есть стандартные как бы пенсии но здесь сколько вы накопили столько бы и получать я уже дело об этом видео самое минимум я вчера паскаля попросила что посмотрел в интернете самая минимальная пенсия то есть если вы нигде не работали и или как сказать поздно приехали в швейцарию например вот как моя кона то минимальная пенсия 1200 вам будет государство как бы 1200 эту пенсию давать но вы же не можете на 1200 в швейцарии прожить да значит вам будет еще доплачивать государство до как сказать до эссистенс минимум то есть квартиру и по моему еще кранка касса то есть 1200 это как бы вот минимум есть пенсии и и по пять и по шесть и больше то есть кто где работал и кто сколько заработал если у швейцарцев маленькие пенсии есть как бы и у на и уностранцев маленькие пенсии я не знаю правильно ли я объясняю ну в общем сколько накопили столько и будете получать пенсию но есть ли еще раз повторюсь если вы нигде не работали или у вас очень мало накопления то вас будет поддерживать государство но естественно эти деньги вы не зашикуете мясо по 90 франков за килограмм как я вам показывал в магазине вы не купите пенсионеры такое не могут купить и поэтому в общем вот примерно и зарплаты так же минимальная зарплата ну как минимальная ну такая средняя вот кассир на кассе возьму по моему паскалю он четыре тысячи зарабатывает потому что как бы ну вот такая работа и поэтому он пошел дальше учиться чтобы чем больше вы учитесь тем больше прибавка к зарплате и он не хочет больше как бы вот вот фуркауф работает как бы в этом как сказать ну вот продавцом я думаю понятно объяснила да ну и поэтому у него помимо этого еще неби джоб как здесь называются дополнительная работа потому что для парня молодого 4000 это вообще ни о чем вот просто ни о чем естественно работ работ подрабатывает еще на двух работах по выходным по ночам ночном клубе как дискотека или бар как это называется и еще одна работа вот так что тогда да тогда может хватить вот у нас так скажу здесь в принципе не принято в швейцарии говорить о зарплатах и даже коллеги друг друга не спрашивают по работе кто сколько получает и все потому что у всех как сказать выполняя одну и ту же работу разная зарплата просто так вот среди середина есть ну там зависит сколько вы уже работали потом какие бонусы как вы работаете вот например у где томас работает у них вообще шикарная как сказать ну система оплаты вот у него помимо зарплаты потом ему еще какие-то бонусы дают премиальные но еще 13 зарплата но это везде как бы вот томас у нас получается самый богатей как говорится вот у него там очень даже хорошо ему не надо ника но он бы и не он бы и не смог конечно как паскаль еще где-то подрабатывать вот потому что ну там надо выкладываться на все 100 и он уже работает там много лет он там проходил и учебу и практику то есть вот его там из 37 двоих только оставили потому что даже после кто лера проходил очень тяжело остаться на том месте где вы проходили лера вот томас у нас как бы получается ну да повезло ему но он у нас такой раб более работяга а паскаль у нас более поумственно как берут он сейчас закончил школу но он сейчас не хочет работать по специальности я уже говорила он пойдет вот стюартом хочет полетать посмотреть мир но там тоже зарплата всего 4000 мало но у них очень много как сказать дают как они называются командировочные что лесу под на русский перевести в общем зависимости куда летите сколько часов налетали там в общем тоже еще в конце месяца там бывают я не знаю бонусом это не так друзья прервали меня но в общем поняли да ему общем за еще к 4000 прибавляют бонусы в зависимости сколько он там налетал и где он там в какой стране был там также им предоставляется хорошие гостиницы и вот как бы вот дают им деньги на еду так получается что вот друзья ну я не знаю смогла ли я объяснить в общем напишите еще в комментариях потому что господи из меня рассказчик такой по поводу пенсии и по поводу зарплат потому что вот когда показалось наше супермаркеты и цены люди конечно написали что все очень дорогое да дорогое но вот я также писала в в комментариях уже швейцарии не так ли легко как раньше то есть цены поднимаются огроменные а зарплаты нет это во всем мире мне кажется зарплаты за ценами не успевают то мясо что я вам показала по 60 франков килограмм и по 90 это не каждый себе может позволить даже если два человека работают в семье вот как я вам сказал например у кого-то 6000 жены будет например 4 или там 5000 что даже имея 8000 на семью если у вас двое деток то это тоже не разгуляться вы учитывайте что сколько стоит жилье вот у нас например стоит 1800 квартира плюс гараж 1300 и за электричество общем все вместе где-то будет ну 2000 с небольшим 2100 но так как мы как бы вместе живем но у меня не берите в расчет я-то вообще ничего не зарабатываю живу как говорится да за деньги своих детей но на двоих они если это делят туда это можно еще прожить а так например если вы паскаль отдельно снимал квартиру или томас ну сколько бы например две с половиной комнаты в зависимости от качества и где она находится он бы платил ну может быть тысячу с чем-то ну вот представьте например он зарабатывает 4000 отдает за жилье теперь машина страховка и все остальное в общем останется вам например чистыми на еду 1000 на 1000 ну я не знаю парню молодому тяжеловато будет прожить учитывая вот эти все цены что я вам показала так что да уже как говорится швейцария не то но я не жалуюсь я всем довольна у меня слава богу детки здоровые не пьют не курят вот еще тоже как говорится большой плюс экономия не сигареты стоят вообще 9 франков пачка вот никуда не ходят очень редко паскаль конечно ходит а вот томас у нас почти вообще не да ему и когда ему ходить он работает с утра до ночи и как говорится встает опять на работу у него только суббота воскресенье ему хочется отдохнуть и он у меня я вам говорила любитель поиграть вот этих игр у него компьютер стоит господи на его все это оборудование что в комнате стоит может целую машину купить но вот опять же он не водит машину его это не интересует но у него от интерес компьютер вот каждый как говорится по-своему с ума сходит кто на что деньги тратит паскаль хотел дорогую хорошую машину а у томаса вот хорошая дорогая аппаратура ну что друзья что то я вам сегодня очень много всего наболтал но просто я не могу как хорошо писать и отвечать на вопросы мне легче вот так все рассказать видео на ответить на вопросы так что если что есть еще какие то вопросы пишите в комментариях я постараюсь ответить ну а на сегодня все ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал а мы с вами увидимся в следующем видео желаю всем хорошего дня